Добрый вечер! В эфире новоуральской вещательной компании программа «Объективно о спорте». О самых главных событиях спортивной жизни нашего города расскажем далее. Из выпуска узнаете. Турнир памяти Владимира Александровича Трифонова собрал в стенах детско-юношеской спортивной школы номер 4 рекордное количество спортсменов из нескольких субъектов страны. Мини-футбол продолжается. Очередные игры чемпионата города прошли во дворце спорта «Дельфин». Студенты города проверили, кто же из представителей образовательных учреждений самый спортивный. Фестиваль «Универсиада-2018» прошел в Новоурайске в минувший четверг. Подробнее об этом и многом другом далее. Сохранить память о выдающемся тренере и наставнике Владимире Александровиче Трифонове – задача очень важная, ведь этот человек был одним из основоположников бокса в Новоуральске. Турнир, который уже много лет проводится, в этом году собрал спортсменов из городов области и даже Тюмени. 21-й по счету. Турнир памяти Владимира Александровича Трифонова вновь собрал боксеров и любителей этого вида спорта. Количество участников этих соревнований давно перевалило за сотню и стремится только вверх. Участие у них более 160 человек, 167 спортсменов принимают участие в этом году. Возраст участников от 10 лет и до 17 лет юниоры тоже принимают участие. Мы стараемся сохранить традиции, память тех людей, которые привезли бокс в город Новоуральск. Владимир Александрович Трифонов был основателем бокса в городе. Он сюда это все привез и был общественником и очень много сил и времени отдавал детям всего себя. В 1995 году Владимир Александрович Трифонов прибыл на службу в Новоуральск и тогда же открыл первую секцию бокса. Много лет проработал тренером-общественником в спортивных клубах «Кедр» и «Торпеда», все свободное время, внимание и заботу отдавая юным жителям города. До конца своей жизни Владимир Александрович оставался в спорте, как уважаемый наставник молодых тренеров, судья республиканской категории и опытный организатор соревнований по боксу. Память о тренере навсегда осталась в сердцах его учеников, которые сегодня продолжают его дело. Он был такой требовательный, нормальный, он всегда постоянно судил на ринге. Ну вот, так сказать, опекал нас, что еще могу сказать. Ну был хороший человек. Да, да, да. Самое главное. Он был как отец родной. Организованный на высоком уровне, этот турнир с каждым годом пользуется все большей популярностью. Жители таких городов, как Нижний Тагил, Кушва, Серов, Первоуральск, Краснотуринск, Лесной, Екатеринбург и даже Тюмень с удовольствием приезжают в Новоуральск, чтобы побороться за титул чемпиона. Турнир подготовлен на высшем уровне. Размещение великолепно, гостиница очень хорошая, питание там же налажено. Огромное спасибо вам, что проводите такие соревнования. Ну и народ приехал. Столько народу на этом учебе. Недавно провели турнир Коси-Дзю. Там вообще было 40 человек в городе Серове. А на ваш турнир, видите, там 150 человек приехало. Охота сказать организаторам большое спасибо, что приглашают детей на эти соревнования. Среди победителей турнира немало новоуральцев, а именно Богдан Ляхов, Александр Медведев, Владимир Денговский, Алексей Горбатенко, Ульяна Омутова, Захар Арапов, Олег Сухоев, Георгий Лап и Николай Ярковский. Еще один подрастающий чемпион Евгений Прохоров. Юноша поделился с нами своими эмоциями и даже мечтой. Я просто ежедневно хожу на тренировки, стараюсь, скидываю вес, работаю на лапах. С тренером. У нас их два. И слушаю их задания. Моя мечта вскоре у нас будет всероссийский турнир. Я хочу выехать и получить разряд. За годы проведения этот турнир собрал вокруг себя большое количество друзей, которые активно поддерживают соревнования. Я в первую очередь пришел поболеть за наших горожан, за наших ребят, которые тренируются у наших тренеров. Наши спортсмены, естественно, показывают. Молодцы. В финал после нескольких человек. Хотелось бы поблагодарить администрацию, всех тренеров, кто отдает, знаете, час жизни своей, воспитывает детей. Бокс – это такой мужественный вид спорта. На протяжении многих лет мы тоже стараемся, помогаем детско-юношеской спортивной школе, тренерам, спортсменам, боксерам помогаем. Почему? Потому что бокс – один из любимых моих видов спорта. И будем помогать, дай бог. Так что приходите, смотрите. Те, кто смотрят бои, даже не догадываются, какой трудный путь спортсмены преодолевают, прежде чем выйти на ринг. Настоящий мужской вид спорта в нашем городе с каждым годом только увеличивает армию поклонников. Сохранение традиций и грамотный подход к тренировочному процессу позволяет юным новоуральцам повышать свое мастерство и выходить на новые уровни состязаний. Пожелаем им удачи. В Манеже Уральского федерального университета 15 и 16 декабря проводилось очередное первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, где приняли участие более 450 человек из 38 городов. В первый день соревнований показали высокие спортивные достижения. Тимур Сахабуддинов в беге на 400 метров установил личный рекорд 57,8 секунды. Также в беге на 400 метров отличился Василий Попов. В этой дисциплине он завоевал первое место. В беге на 60 метров отличились Григорий Новиков, Бутаков Савелий, Зуев Тимофей и Валерия Калинина. Во второй день соревнований отличилась в беге на 60 метров с барьерами Анастасия Краснова. И Попов Василий в завершении спортивного дня в финальном забеге на 200 метров с результатом 24,3 секунды завоевал золотую медаль. Наши поздравления. Воспитанники отделения дзюдо детско-юношеской спортивной школы номер 4 заняли призовые места в первенстве Свердловской области под дзюдо среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения, которая состоялась 15 декабря в Верхней Салде и собрала более 200 дзюдоистов со всей области. В весовой категории до 57 килограмм. Третье место заняла Полина Куртакова. В весовой категории свыше 73 килограмм. Второе место у Тимофея Волкова. И третье у Ивана Шатохина. Поздравляем! Физкультурно-спортивный клуб по месту жительства Сатори 13 декабря собрал под своей крышей команды студентов среднеспециальных и высших учебных заведений Новоуральска, которые стали участниками соревнований Универсиада 2018. В программе командам было необходимо выполнить испытания, тестов комплекса «Готов к труду и обороне». А именно прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, подтягивание на высокой или низкой перекладине и наклон вперед из положения стоя на скамье. Лучшие результаты в отдельных видах испытаний показали Даниил Хохалин, Кристина Карачева, Даниил Помелов, Юрий Климовских, Анастасия Филявских и Ксения Канафьева. По итогам соревнований победителем Универсиады стала команда Новоуральского технологического колледжа. Второе место у колледжа НТИ Нияуми Фи. Третье место у медицинского колледжа. Продолжается чемпионат города по мини-футболу. Во второй группе борец сыграл с Центротехом 2-3. Сталь обыграла Дюж-2 2003 года со счетом 5-2, а в игре с Калифорнией 2 уступила 5-6. В третьей группе в матче между Легионом и командой Дюж 2004 года сильнее оказался Легион 7-4. Очередные игры пройдут 22 и 23 декабря во дворце спорта Дельфин. А теперь о том, где и когда можно будет выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Зальные виды комплекса можно будет выполнить 22 декабря в физкультурно-спортивном клубе «Сатори», расположенном по адресу Фрунзе-7. Время проведения с 11 до 18 часов. А 23 декабря на поляне у стрелкового тира будет приниматься норматив «Бег на лыжах». С 9 до 10 часов – регистрация, а в 10.30 – выдача номеров. Напомню, что обязательно наличие медицинского допуска в виде справки от терапевта, уникального идентификационного номера, который можно получить при регистрации на сайте gto.ru, а также документы удостоверяющего личность и согласие на обработку данных для детей до 18 лет. Инструкторы спортивного клуба «Кедр» ждут вас! В завершении программы анонс спортивных мероприятий на ближайшие дни. 21 и 22 декабря во дворце спорта «Дельфин» пройдет открытое первенство округа по плаванию, посвященное Дню Милосердия. Разминка в каждой из дней начинается в 14.30, а старт в 15 часов. Также 22 и 23 декабря физкультурно-спортивный клуб «Лабиринт», который находится на улице Корнилова, 9Б, в своих стенах примет участников Кубка города по игре «Го». Первый день начала предполагается в 12 часов, а во второй – в 10.00. Спортивный клуб «Булат» 23 декабря проведет открытый чемпионат города по тяжелой атлетике. Старт мероприятия в 11 часов. Место проведения – улица Гагарина, 11. Кроме того, 23 декабря пройдут и открытые соревнования «Новогодняя лыжная гонка». Группы мужчин и женщин из 17-18 лет и старше. Соревнования начнутся на поляне у стрелкового тира в 11.00. Также в воскресенье с 10 до 13 часов в зале административно-бытового корпуса центрального стадиона состоится новогодний турнир по настольному теннису. Приходите и принимайте участие в спортивной жизни Новоуральска. Это все спортивные новости города на сегодня. На этом я прощаюсь с вами. Теперь наша программа выйдет в эфир уже в новом 2019 году. Пусть каждый ваш день будет наполнен активностью, здоровья, улыбок и много радостных моментов. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова